Примерно три года назад я снимал видео про модернизированный римский цемент. И, может помните, да, видео называется «Как сделать огнеупорный цемент из золы». И там я рассказывал о свойствах данного цемента. Что в отличие от портланцемента, например, римский цемент, он, допустим, его можно использовать для того, чтобы класть печь на нем, штукатурить внутри печи. Потому что он не боится прямого соприкосновения с огнем. Он выдерживает намного больше температуры, чем портланцемент. И некоторые там писали комментарии, например, зачем добавлять соль, мол, не надо ее, то есть она только вред от нее, от соли будет. Много всего. То есть они, скорее всего, основывались на своем опыте использования соли в глине. То есть если глина добавит соль, то она втягивает в воду. Но данный раствор, модернизированный римский цемент, у него такого не происходит. И вообще в оригинальном римском цементе, на котором он основан, этот модернизированный, в оригинальном римском цементе в состав входило вулканический пепел, морская вода и известь. А модернизированный римский цемент, в нем вода признает вода с солью, известь. Ну и вместо вулканического пепла зола подойдет любая зола, угольная, древесная, травяная. То есть можно использовать любую золу. Просто немного будут пропорции другие нужно использовать. И вот некоторые говорили, зачем соль добавлять, не надо. Ну прям так яро высказывались про это. Столько хуже от этого. Но смотрите, именно с этой целью сегодня я сделал без соли, немножко чуть-чуть попробовал, заштукатурил. И если вы видели видео, насколько гладкие стены были, насколько они были красивые, без щелей, без трещин на соли. И очень крепкие, очень. Здесь же просто известь, да, то есть извисковое молоко и зола, древесная зола. Хочу вам сказать, что первое, что я заметил, происходит сильное растрескивание. То есть если не добавлять соль, если мы используем, да, вот тот же самый состав, только без соли. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что он, видно, что слабее. Он не такой прочный. Вот этот состав, он больше похож, знаете, по прочности, наверное, на гипс. Ну, кто штукатурил гипсом, да, или тот же гипсокартон, знаете, да, прочность его. Ну вот этот состав, известь с золой, очень похожий на гипс. То есть она не такая прочная, как модернизированный римский цемент, о котором я говорил вам в видео, как сделать огнеупорный цемент из золы. Я хочу даже сказать, что оно слабее, чем даже самый лучший раствор для печи, не дающий трещин. Так что, если будут комментарии, пишите для тех, кто сомневался, что в отношении соли. Вот я специально вам снял видео, чтобы показать, что происходит, если не добавить соль в данный раствор.